Детей это прям целая наука. Или, допустим, плащ-палатку, тоже, видите, с двух частей состоит. Когда сама фирма делает, они не всегда рассчитывают, насколько это будет правильно. Приходится подкинуть их туда. Посмотрите, как внимательно отнеслись ребята к своей работе. Вимик, и движение, мелкие детали, такие как подсумок, в итоге это уже не просто солдатики. Целый эпизод боя Великой Отечественной. Для ценителей военной атрибутики участники выставки постарались. Все виды танков мировых войн, фрегаты и даже небольшие диорамы. Эти работы юных моделистов, пусть и не претендуют на звание «музейный экспонат», но сделаны с не меньшей аккуратностью и любовью к деталям. Я всегда ребятам предлагаю взять фотографии, все-таки их достаточно много, и по Второй мировой войне, и по современным войнам, и попытаться воспроизвести ее один в один. Все мы знаем знаменитую фотографию призыва к бою, или, например, наши плакаты, та же самая «Родина-мать» зовет. Есть, кстати, моделька, замечательная «Оловянная Родина-мать», и несколько раз мы воспроизводили то, как она выглядела именно на плакате, чтобы можно было увидеть, как говорится, из 2D в 3D элемент. Детям это еще более интересно, почему ты стараешься подобрать все, как было в реальности. Выставка военных солдатиков и моделей сразу окунает в события Первой и Второй мировых войн. Помимо исторического интереса, есть еще и спортивный. Масштабы фигурок и образцов бронетехники самые разные, работы распределены по номинациям и соревнуются друг с другом. Критериев несколько. Первое – это смотрится самое начальное, скажем так, это аккуратность сборки, чтобы все было ровно, аккуратно, ни криво, ни косо, без швов. Второе – это аккуратность покраски. Затем идет, есть такое понятие, как тонировка и везеринг, это когда дополняется на модели элементы эксплуатации пыль, грязь, потеки масла. Аутентичность или соответствие историческим реалиям – последний критерий отбора, но применяет его конкурсное жюри обычно уже в суперфинале, куда, по нашему мнению, должны попадать танки Первой мировой от нижегородцев. Впрочем, окончательные итоги конкурса подведут 26 ноября. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».